здравствуйте дорогие друзья я очень рада опять вас приветствовать как всегда уже по вторникам надеюсь что меня хорошо видно и слышно сегодня я хотела начать наши лекции с того чтобы закончить предыдущую лекцию я обнаружила что то видео которое было оставлено на странице вы экрана фейсбуке она немножечко не до конца но как бы оборона не хватает двух минут поэтому я сейчас расскажу историю на которой остановилась если вдруг кто-то смотрел и не 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 знает окончания истории и мы продолжим дальше значит последнюю историю которая рассказывала на прошлой неделе рассказывал о бедном евреи который просил особого благословения большим того для того чтобы у них были дети и такое благословение были это было дано родился сын у престарелых родителей но была опасность то есть большому то увидел что этот сын может умереть когда ему будет 13 лет и смерть может прийти от воды и поэтому он сказал что я могу это предотвратить если ты запомнишь я тебе дам сигнал то есть когда твой сын будет одеваться оденет на одну ногу два носка и будет искать носок второй значит это сигнал к тебе к тому что будь осторожен береги своего сына и сын твой может быть спасен так оно произошло прошло 13 лет счастливой жизни и на свою бар митву сын стал одеваться надел на одну ногу два носка стал искать второй носок отец вспомнил что вот оно вот он то что говорю большим то что сейчас есть опасность он посадил своего сына под замок закрыл его и не выпускал целый день из комнаты в то время как все его друзья пошли на речку купались целый день сын очень протестовал сильно но таким образом был спасен вот такие вот такая прекрасная история извините пожалуйста продолжим дальше сегодня надеюсь с божьей помощью закончить рассказ о большом тове основа в центр движения хазидидьма в меже боже то есть мы знаем что в 1740 году уже большим тов поселился там там у него были уже свои ученики он приобретал все новых сторонников и и цель всего этого была какая приход маши их а и также спасение душ и и тел души и тела до многих людей большим тов славился своей благотворительностью все свои деньги абсолютно все он раздавал бедным он никогда ничего себе не оставлял он не ложился спать если у него в кармане осталось хоть одна монетка и часто ему делали пожертвования очень богатые люди и также большим тов никогда ничего себе не оставлял все раздавал вот а что касается спасения душ сегодня хотела вам рассказать одну очень нести интересную историю история о курице то есть большим тов он имел такую привычку вдруг ни с того ни с сего собираться со своими учениками и куда-то уезжать то есть и вот этот раз тоже также было очень и он вдруг говорит поехали своим ученикам никто не знал куда едут насколько едут зачем едут для чего все собирались ехали вот в этот раз случилось также большим тов говорит своим ученикам поехали и они приехали в какую-то деревушку и надо сказать что вот такими вот поездками большим тов спасал целой деревни или даже просто отдельные души вот в этот раз история была такая когда они приехали все вот в эту деревушку заброшенную они поселились зашли в маленькую таверну там был трактирщик который тут же признал великого праведника большим тов был ужасно обрадован что к нему пришел такой великий гость приготовил ему хорошую комнату стал готовить еду и тут увидел что с едой то как раз было то не очень хорошо еды было очень мало и он решает зарезать свою последнюю курицу вот ну там неизвестно зарезан ли он сам или он ее от отнес к специалисту шахету вопни возник вопрос о том что кошерная ли это курица кошерно ли она была зарезана и это очень сложный вопрос то есть то есть специалист должен быть был очень высокого класса чтобы определить если курица кошерная или не кошерная и тут этого трактирщика осеняет идея а чего же я тут понимаешь мучаюсь когда у меня сам великий праведник большим тоф он мне и скажет кто если эта курица кошерны значит поднимается он с этой курицы к большим тову и спрашивает его скажи пожалуйста кошерная курица как она зарезана кошерной или нет и большим тушим тоф на его удивление отвечает а я не знаю как я не знаю такой великий человек не знает как зарезана курица большим то говорит нет не знаю но я знаю человека который тебе скажет кошерная она или нет ай как интересно хорошо но кто же это был человек и и выяснилось что этот человек живущий в их деревне был юродивый местный совершенно полностью сумасшедший который вообще даже не мог ни слова связанного сказать все были ужасно удивлены ну что же раз большим тоф говорит значит нужно нужно идти все собрались с курицей трактирщик большим тоф его ученики пошли искать вот так где живет этот сумасшедший но к ним присоединить присоединились люди живущие в деревне тут уже идет такая целая делегация находят дом открывают дверь и видит совершенно неприглядную картину сидит этот человек сумасшедший невменяемом состоянии взгляд дикий весь растрепанный из изо рта слюна течет буквально ковыряет там ногтями землю все все в шоке как такой человек может сказать кошерная курица и не кошерным все что такое никто ничего не понимает ну большим столом говорит иди и спрашивай ну что ж трактирщик подходит к этому сумасшедшему протягивает ему курицу и спрашивает скажи пожалуйста эта курица кошерная и тут происходит невероятное сумасшедший хватает курицу прижимает ее груди у него появляется совершенно счастливый осмысленный взгляд выкрикивает да кошерная и тут же падает и умирает с удивлению всех присутствующих не было конца никто ничего не понимает все просят большим того объяснить вообще в чем заключается все вот это вот и большим тоф начинает объяснять что началась эта история уже много лет назад жила была одна очень бедная женщина которая к превеликой своей радости раздобыла курицу перед ем кипуром про трапеза перед ем кипуром она является очень важной заповедью база важной митвой женщина была очень счастлива что она сможет исполнить вот этот вот заповедь перед ем кипуром перед таким великим праздником великим событием даже да она была так счастлива но к сожалению курица убилась каким-то образом и а и встал вот этот вопрос а кошерная ли курица или не кошерная и женщина берет эту курицу и идет крови ну в своей деревне чтобы тот разрешил ее сомнения а так как время уже приближалась к юм кипуру раввин был уже весь в соединении в духовном при в приготовлениях уже в духовном к празднику я с ему особенно было вообще не до куриц не какой-то там женщины бедные что он хочет какая-то курица там кошерная не кошерная он так не сильно углубляясь в детали посмотрел сказал нет не кошерная как не кошерная для женщины это была просто трагедия ну не кошерная ну выброси ее женщина взяла курицу пошла заплакала идет по деревне плачет и тут встречает на своем пути жену главного раввина это была очень доброй женщиной стала спрашивать в чем дело что случилось почему ты плачешь это я рассказала что вот такой вот раздобыла курицу раввин признал не кошерный теперь она не знала что и делать это вообще просто великое горе случилось для нее и жена раввина главного раввина говорит ты не переживай иди скорее зачем же ты пошла к тому раввину тебе нужно было сразу прийти к моему мужу но ничего страшного иди может быть еще можно что-то исправить мой муж знает как оправдать любую курицу иди к нему ну та пошла приходит к раввину он взял курицу на осмотр и сказал что ты знаешь курица кошерная но дело в том что я уже ничего не не смогу изменить потому что на небе был уже вынесен приговор потому что другой раввин объявил ее не кошерный вот таким образом трагическим история курица закончилась прошли годы женщина умирает предстает перед небесным судом это была праведная женщина то есть ей ничего не могли предъявить она всю жизнь и все очень сильно верила исполняла заповеди была хорошей хорошей женщиной то есть к ней претензий никаких не было ее уже отпускали так сказать более выше в верхние миры и тут выходит курица и говорит постойте-ка подождите это еще не все благодаря этой этой женщине я не была я была признана и не кошерно то есть она не выполнила свой текун свое свое предназначение в той жизни до женщина в ужасе говорит постой здесь не моя половина здесь была вина раввина который вынес этот приговор что курица не кошерная ну и значит вызывают того раввина тот раввин уже уже давно умер тот вообще уже вознесся в более высокие миры и он уже был совершенно счастлив в других в других мирах выполняя свою другую работу его вызывают спускают вниз на этот суд и говорят вот смотри все ты сделал хорошо от выпал выполнил все все в свое предназначение единственное что то не сделал ты объявил вот эту курицу некошерный потому что ты даже не не соизволил утрудить себя вот перед емки пуром для того чтобы действительно произвести точный анализ вот этого забитие курицы ну это это конечно для раввина была страшной трагедией потому что представляете всю жизнь быть богобоязненным правильным раввином выполнить все все свое предназначение и только одно из-за курицы он должен будет вернуться обратно на эту землю и что произойдет он он в ужасе он говорит я не смогу а вдруг а вдруг я буду каким-нибудь преступником а вдруг я сделаю больше нарушений я уже все я уже не смогу вернуться туда уже где я был но ему предлагают смотри есть один только выход тебе прийти вот в виде вот этого сумасшедшего потому что если ты вот будешь таким сумасшедшим ты уже не должен будешь ни заповеди никакие не исполнять и ты уже не сможешь ничего совершить никаких нарушений то есть раввин этот согласился и вот пришел в эту жизнь и произошла вся эта история и таким образом большом тов пришел для того чтобы соединить этого раввина с курицей и спасти две души вот такая вот замечательная история потрясающе еще одна история про сапоги я не знаю так быстро время лететь я сейчас смотрю на часы уже давайте попробую побыстрее про сапоги сапоги большим того я себе все время задавала вопрос почему нельзя носить чужую обувь как то есть мы можем отдать одежду нашу другому другим людям до более нуждаемся а вот с обувью это нет обувь нельзя и нашла для себя ответ как раз вот в истории о большом тови история сапогах один раз большим тов где-то находился в каком-то тоже доме и лег отдохнуть в течение дня лег отдохнуть и заснул у него был помощник по дому который решил пока большим тов спит он быстренько подметет взял швабру стал мести заходит в его комнату где спал большим тов и видит сапоги сапоги большим того и первая мысль у него была это убраться нужно же все хорошенько вымести поднять сапоги а потом поставить их на место но опять таки неизвестно почему и к нему пришла другая мысль что лучше эти сапоги не трогать потому что лучше не трогать то есть он поднял все вокруг уже собрался выходить из комнаты как большим том просыпается и спрашивает его ты трогал мои сапоги тут говорит нет хотел но в какой-то последний самый момент меня что-то остановило я не стала ничего трогать все как было так и есть и говорит большом тов ему вот за то что ты сделал я тебя благословляю здоровьем долгими годами жизни и всеми благословениями которые тут только можешь иметь главное здоровьем и долгой жизнью вот мы теперь переносимся уже в следующий сюжет в избе сидят или в доме сидят два мужчины находятся один более старший а другой более молодой старший это как будто бы отец а молодой все все весь у него вид сына и вот этот вот более молодой ругает ругает вот этого старика может сказать тут к ним заходит какой-то постоялец или знакомый и видит вот эту совершенно непонятную картину по всему виду сын ругает совершенно не без всякого уважения своего отца и тут ничего не понимает два религиозных человека угол что это такое вообще ничего ничего нет ничего не понимал что происходит и когда пожилой уже ушел тот стал его спросил зашедший говорит объясни как то так ведь это же твой этого отец почему-то так неуважительно к нему относишься и тут ему сказал да нет это не мой отец это мой сын а говорит вид у меня такой потому что когда-то много-много лет назад я был помощником у большим того и рассказал вот ему историю вот этих этих сапогах и вот комментарий такой что мы знаем что во время сна душа наша практически полностью она возносится в верхние миры и единственной связью с этим с этим миром являются наш на является обувь вот в этом случае сапоги большим того он когда заснул а как а как он уходил в верхние миры мы уже все знаем да я рассказывала в прошлых лекциях то есть он там общался и с миссиям и и с ангелами и со всеми вот и для него это было очень ценно что его помощник не не стал трогать его сапоги и все оставил так как есть вот для нас тоже может быть большим большим уроком вот такая тоже интересная история значит как бы чтобы провести уже заключение тому что мы узнали о том что большим тоф говорил что опять что-то так так показалось что прервалось именно вот на его системе большим тоф основал развил вот это свое учение и второе вы помните отношение к молитве то что большим тоф придавал очень огромное значение молитве простого человека но она должна идти от самого сердца от искренних от самой глубины его души и тогда мы можем соединиться с богом и вот молитва хасидов не похоже на что-то заученное поэтому они раскачиваются до во времена во время молитвы это не какое-то там движение специально заученное это движение рождается совершенно неосознанно во время вдохновления вот этого во время вдохновленной связи с богом всей своей деятельностью большим тоф стремился исправить ущерб тех кто превращал еврейскую традицию я не хочу сказать религию потому что иудаизм трудно назвать религии то это манера жизни это устой эта система по которой живет человек да то есть он превращал и не позволял чтобы это превратилось в сухое какое-то исполнение правил большим тоф помогал нести внести именно свою душу в служение всевышнему вот и ушел из жизни из из этого мира большим тоф в меджевы же 6 сивана 5520 года это 1760 год на исходе первого дня шавоту праздника дарования торы то есть еще с утра он выступал перед хасидами он принимал посетителей но его ближайшие ученики знали он уже им сказал предупредил что еще до захода солнца он покинет это этот мир они были очень взволнованы но он сказал им вы пожалуйста не не беспокойтесь потому что я просто выйду из одной двери и войду в другую дверь вот и в тот момент когда большим тоф ушел от нас он оставил более десяти тысяч своих последователей потом его ученики распространили хасидизм на всю украину значительную часть белоруссии еще дальше потом практически всю польшу венгрию и румынию вот и большинство так где мы можем найти информацию да а большим то ве о его изречениях большинство из речений посвященный посвященный хасидскому пути хасидскому служению находится в сборнике который называется большим тоф толкование пяти книжья это передано его учениками находится в книге сборники большим тоф аторе и воспоминания о истории о большим тофе находится в книге шефей бешт прославление бешта вот но я тебя хотела добавить что если вы поедете на украину там построен сейчас в меджебеже совершенно такой комплекс совершенно прекрасный из маленьких домиков где комнаты такие как маленькие отельчики да все сделано на высочайшем уровне прекрасная кошерная еда прекрасно вот эти чистенькие номера небольшие там можно провести несколько дней соединиться с великим праведником большим то вам для меня это было незабываемое путешествие я благодарна большим того что он меня пригласил туда потому что это явно было его приглашение разрешение приехать всего этого я желаю вам чтобы вы приехали туда и насладились вот этим прекрасным путешествием и духовным вознесением я вам желаю всего доброго говорила сейчас быстро уже 20 минут прошло вот слишком уже много желаю вам всего доброго до следующей недели на следующей неделе я хочу начать рассказ о баре шимон шимон бар юхай мне тоже очень близок этот садик и я его очень люблю это великая личность так что всего доброго до следующих встреч до свидания